Ну, наверное, любой может встать на позицию того жителя, который понимает, что вот вчера рядом с его домом были поля, леса, озера, зеленая луга. И вдруг в какой-то момент ему говорят, а теперь у тебя будет мусорожигательный завод на 700 тысяч тонн. Обозначили его место, сказали, что это будет в районе деревни Свистягина. Экологично, современно и высокотехнологично. В Подмосковье строят новые заводы по термической переработке отходов. По плану завод в Воскресенском районе заработает во втором квартале 2021 года. Европейский опыт позволит строить подобные объекты в непосредственной близости от жилых домов. Десятки, если не сотни мусоровозов в день будут заезжать, выгружаться. Этот мусор будет попадать в топку завода и будет сжигаться открытым пламенем. В результате нашей деятельности протестные жители Воскресенского района нам пообещали, что никакого полигона-то боя не будет на территории Воскресенского района, но вот мусорожигательный завод все равно будет. Мы возмутились, мы не согласились. Инвестор, тем не менее, все равно провел общественное слушание. Люди высказались против. Кто против? Так, две руки не поднимать. Посчитайте, пожалуйста. Коллеги, посчитайте, пожалуйста. Кто же строит этот мусорожигательный завод? Мы понимаем, что это РТ-Инвест. Ну а у РТ-Инвест инвестором является РУСТЕХ, где руководителем является Чемзов. Мы решили провести альтернативную экологическую экспертизу. Однако инвестор нам отказался передавать документы. Мы к этой ситуации готовились и подали в суд. К нам в Белону обратился Алексей Холкин и другие жители Воскресенского района Московской области с просьбой представлять их интересы в суде. Для получения необходимых документов нам прошлось пройти четыре судебные станции в арбитражных суда. Через год после вступления в законную силу решения суда только после того, как судебные приставы-исполнители уже вышли к ним в адрес, уже направили им предупреждение о возможности привлечения генерального директора к уголовной ответственности. Только тогда уже там в десяти огромных коробках была напередана проектная документация. Перед нами группой экспертов стояла достаточно сложная задача, потому что проект практически на каждую страницу можно было писать замечания. Технологии, которые были предложены в этом проекте. Технологии 30-летней давности, по сути, потому что используется метод сжигания на холостниковых решетках и, соответственно, это никак нельзя отнести к каким-то передовым методам при обращении с отходами ТКО. В отличие от заявленных аналогов в различных городах Евросоюза предусмотрена только лишь трехступенчатая очистка, что само по себе является таким грубейшим нарушением, поскольку она не обеспечивает нормативных показателей по очистке и тем более по очистке таких вредных выбросов, как диоксины и фураны. Этот завод, по сути, не решит проблему по уменьшению количества отходов в Московской области. Здесь все перевернуто с ног на голову. То есть мы сначала сжигаем, да, потом думаем, что с этим дальше делать. При этом мы не уменьшаем отходы, а мы объемом увеличиваем и с увеличением, опять же, класса опасности отходов. При этом в проекте абсолютно нереализованы мероприятия, куда и как будут деваться вот эти самые высокотоксичные отходы. Жители деревни Свистягино, Воскресенского района, несмотря на мороз, на коронавирус, собрались здесь, чтобы показать вам, в какой близости строится завод-гигант 700 тысяч переработки мусора в год. А ну что, какие-то методы будете использовать для того, чтобы это все остановить? Ну, конечно, мы не террористы, но общедоступные методы. Мы пока здесь живем, мы будем с этим заводом, против этого завода бороться, потому что все мы, вот, например, наше поколение, все-таки воспитано совсем в другом ключе. Защита отечества, любовь к родине. Я сейчас, когда слушаю все, бизнес, бизнес, надо помочь бизнесу. Бизнес должен работать на народ. Такого плана заводы, они гораздо дороже, чем заводы обычные по мусоропереработке и сортировке. И плюс заявленная энергетическая утилизация, она не является, во-первых, зеленой энергией, поскольку уже в странах Евросоюза, на которые ссылается у нас заказчик, этот вид энергии, он исключен из господдержки, поскольку она не является зеленой. Эксперты сказали, что строить такой мусоросжигательный завод нельзя. Роспотребнадзор же, собственно, сказал в ответ чистую правду. Он написал письмо о том, что у них, к сожалению, нет административного регламента и вообще никакого правового регулирования, что им делать с этой общественно-экологической экспертизой. Закон предусматривает, что ее надо утвердить. Но нет регламента, по которому она может быть утверждена или не утверждена. Мы готовы дойти до Европейского суда по правам человека. Вот Европейский суда по правам человека признается ключевым аспектом соблюдения права на уважение частной жизни. При этом у граждан есть понимание, что есть альтернатива мусоросжигающему заводу. Сам говоря, нужно делать с мусором. Конечно, мусор нужно перерабатывать. Его надо вовлекать во вторичный оборот. Ту упаковку, которая не перерабатывается по каким-то причинам, извлекать из оборота, то есть не производить мусор, который не перерабатывается. Нужно ежегодно, и это, в принципе, и государство, и гражданское общество должно заниматься тем, чтобы просто мусор из года в год становится вообще в принципе. Не важно, перерабатываем он или не перерабатываем, его должно становиться меньше. К сожалению, сейчас реализуется совершенно другая история. И, конечно, это неправильно. Это вывод, который я бы, наверное, сделал на следующий момент.